доброго времени сюда друзья вы на канале как научиться стрелять с вами Александр Курлибицкий сегодня будет видео из разряда посмотреть что же внутри в общем-то мне крайне интересно да и некоторым моим подписчикам посмотреть что внутри у нас премиум патронов бипишка это такой достаточно дорогой класс такой же принципе как и барнач и цезарь вот клевер про его экстра ну нобель в общем из дорогих скажем так самые дорогие это порядка от 7 до 8 евро за скатал за коробку 25 штук то есть если примеру допустим можем взять другой патрон типа вот риву да ну это самый дешевый 5,5 евро за скатал за коробку 25 патронов разница должна быть чем-то оправдана то есть давайте посмотрим сразу оговорюсь компания бипи выпускает не только премиум продукцию как и отличить то есть есть позиции например вот как easy shot красная гильза поставляется украину вот там днище допустим не гордон систем обычная юбка вот их даже здесь металли не любят и предотдают предпочтение даже самому галю мурио перед все таки easy shot там то есть видимо еще хуже я думаю дарилу тоже дойдем распакуем посмотрим сегодня быстренько мы два патрончика распакуем это один у нас flash 2 у нас 4 трэп промеряем провесим посмотрим стоит ли это своих денег то есть что внутри этих самых скажем так не дешевый не дешевых кашель некошерных патронов первым нас пойдет в два flash бибишка 28 грамм семь с половиной то есть так как бы 24 миллиметра это стандарт скажем так стендовой стрельбы самый оптимальный номер семь с половиной почти все дисциплины кажется работают с этим размером так ну чтож сейчас мы это все дело выскакиваем удара красота так все очень и все все значит так блестит ну прям капец да вот у нас от мерочки есть закусь видно да ну это ерунда принципе так ладно давайте я наверное взвешу и будем посмотреть есть тут парочка но вообще очень ровно ну есть парочка таких каких-то никомельфу но в целом друг елки-палки давайте будем взвешивать значит по поводу весов говорю сразу злопыхателя по поводу весов хорна диджит полторы тысячи этих да это ювелирка до 20 грамм у меня есть и те и другие я на полном скажем так основании могу судить о весах вот эти веса по пороху гораздо точнее чем хорнаде хорнаде просто до 100 грамм они более универсальная я имею те и другие одни в украине другие в италии и потому потому что возить веса я уже одни убил больше не хочу поэтому успокойтесь скажем так для пороха вот эти вот точнее хотя и полтора тысячный хорнаде справляются своей работой на ура ну так как у нас принципе они до 20 грамм так давайте будем двумя этапами это дело так торирование нажали торирование есть так 1237 я потом приплюсую все для чистоты эксперимента 962 ну что ж неплохо дробь конечно вообще блестит не знаю по моему не обработано потому что блестит как у кота яйца нужно очень хорошего качества ну прям вот вообще парочка из левых на так все одна в одну просто вот загляденье тут у меня вопросов нет давайте пойдем дальше значит что у нас тут по пк по пороху так лепестки уже а разрезаны конечно порох просыпался смотрите да 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 ламинированный да 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 на всякий пожарный случай а посмотрите какие какой здесь амортизатор интересный так 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 ну да все порохи ребята это скорее всего f2 28 порох в общем кто знает за порох пожалуйста в комментариях не но он налипнет сейчас везде эти порошинки конечно значит амортизатор просто бомба до плюс обратите внимание лепесток не разрежен до конца и нет никакой спайки пластик достаточно плотный и полумягкий такой в общем это будет работать всегда нормально видите то есть тут спайк нет то есть он раскроется обязательно на определенном расстоянии и будет достаточно хороший выстрел то есть в плане заводских патронов с таким пыш контейнером ну я бы наверное радовался это мне нравится уже так давайте все-таки по пороху что-то решим все конечно в этом порохе один не знаю тут повысыпалась немножко 128 пускай с тем моментом что он повысыпался пускай 129 хотя вряд ли то что-то в пока осталось по мелочам 29 очень интересно так значит давайте посмотрим на капсулю скорее всего это cx хотя нет нобель сейчас посмотрим раскапсулируем так все у нас по капсулю опа куда пошел cx хотя странно короче кто знает капсуль по виду вроде нобель спорт нет cx cx походу 2000 до 2000 чем кто знает ребята в комментариях обязательно напишите так это был у нас патрон 24 грамма значит в конце я промеряю дробь что забыл так что не переживайте там тоже будет интересно ну и теперь у нас в 24 3 28 грамм тоже семь с половиной будем посмотреть также гордон систем вот будем посмотреть вы так как нельзя разрезать ай куда ушел куда же шоу гляньте что делается ребята я тут тоже все порохи так 1 1 дробин укатился слава богу мне на штаны так что мы видим ой ну есть парочка такие да тут как-то похуже на будет да ребят с гранями то тут побольше то буквально парочка была тут с такими гранями вот как это допустим дату тут побольше будет ладно не будем не суть то и так затянулось видео уже давайте будем посмотреть так 16 и 6 окей ну на 24 грамма там прям все четко 10 и 8 ну тут чуть-чуть помолчается да почти почти целом как бы да хорошо дробь в конце рассмотрим хорошо сейчас тогда продолжаем наши варианты тег тоже порошинки аж сюда дошли в общем видно контейнер по ходу такой же ребята и есть тара а нет такой же но усеченные получаются вот здесь скорее всего точно f228 в общем все в порохе мелкий чешуйка конечно мелкая ламинированная да усеченный обратите внимание вот молодцы вот же молодцы ты понимаешь не стали насиловать применили более высокий за счет видите верхнего этого самого ну европа сволочи что ты с ней будешь делать 136 и 6 ну ладно с учетом того что здесь поразбросалась пускай будет 137 согласен окей так смотрим на карту ребят капсюль у нас да такой же самый хотя странно честно говоря цейкс лаком покрыть немножечко по-другому ну значит так порох отличается вот этот мне кажется все таки я ошибся это другой а вот это вот f232 с красными такими этими самыми посмотрим опять же в комментариях ребята кто знает чего пожалуйста я вас жду ну давайте теперь перес переведу на это все дело быстренько посмотрим по контейнеру я доволен пока здесь точно такой же но если присмотреться у него лепесток разрезан чуть глубже и смотрите сколько здесь лепестков я думаю что такие все поняли но это к слову плохо разрезаемых лепестках на сильвере которым грешит компания таха значит что подробнее дробь на 28 грамм имеет часто вот такие вот грани какие-то обрезаны непонятно здесь они есть но и практически там буквально пара тройка ну вот визуально дробь это это живая хорошая хотя она 28 грамм она какая-то вот не сильно вот ну это прям совсем блестит чем покрыто я не знаю это покрыто не знаю видишь то ли давайте проверим размер последнее потому что жаль подмога не пришла но с тобой так 2 и 3 ребят заявлено 24 до и 3 давайте другую дробиночку ту раз хочу аналогично ребят 2 и 3 как то так ладно шучу я так что мы видим мы видим те же 2 и 3 вот ровно те же самые то есть как бы друг по ходу 1 обработка разная кто что знает за эту обработку пожалуйста напишите вдруг не будет полезно по капсулям очень интересный момент похоже на cx 2000 но как-то лаком покрыто немножко странно как по мне порох различается здесь на 24 грамма скорее всего его спутал с вот этим это f2 28 с красными вкраплениями ну что ему был полезен ребята ставим лайки пока мне здесь нравится дробь в принципе вот на 24 грамма мне вообще хорошо порох влаги не боится ну мне кажется стоит этих денег плюс еще гордон систем как бы она дышит то есть за счет того что она не сплошная юбка да вот ну даже любую возьмем она не сплошная и скажем так респира ставим лайки подписываемся на канал ждем следующего видео